К сожалению, не удалось спасти доставленного в больницу Максима Толмачева. Он умер, не приходя в сознание. Ему было всего 22 года. В момент взрыва погибли трое шахтеров. Только одного удалось опознать. Останки других направлены на экспертизу. Также специалисты выясняют, что послужило причиной взрыва. Вот что в частности рассказал главный инженер Гайского ГОКа. Произошел взрыв на горизонте 750 метра. Шесть человек занимались подготовкой к проведению взрыва, который был запланирован на 24.00. Половину работ они уже провели, вторую половину не успели. Зарядка проводилась в ВВ Громатол, 6 тонн. Через 4 часа после сообщения о ЧП в Гай прибыл глава региона Юрий Берг. Он провел экстренное совещание с силовыми структурами и представителями предприятия. После Юрий Берг посетил Гайскую больницу. Он лично убедился, что шахтерам оказывается вся необходимая помощь. Дополнительно приехали врачи из Орска. И сейчас на подъезде врачи из Оренбурга, которые вместе с гайскими докторами будут оказывать помощь. Один сознание уже переведен с реанимации в травматологию. Один, к сожалению, пока еще в тяжелом состоянии. И никакой перевозке он не подлежит. В дальнейшем все будет зависеть от лечения и от его состояния. По словам губернатора, семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь. Сейчас гайский ГОК работает в плановом режиме. Массовый взрыв, который был запланирован на 12 часов ночи, был произведен в 7 утра. Сейчас, согласно технологическому процессу шахты, проветриваются. В 4 часа дня шахтеры заступят на смену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова